Всем привет, с вами снова Добрый Макс и мы продолжаем проходить в замечательный угол в Legend of Grimrock 2 Легенда о мрачной скале Второе путешествие Так, ну и что ж, друзья, мы оказались с вами в замечательном лесу где вся атмосфера говорит о том, что здесь все отравлено и пробуем проходить дальше все-таки это пока единственный способ что-либо сделать, что-либо изменить, потому что там я немного чуть ранее я немного запутался то есть что делать дальше я не совсем представляю так, отлично, отлично, отлично хорошо жаль, это не очень быстро но тем не менее огненная магия на них работает отлично просто и странно, друзья, что здесь никто из кустов не выпрыгивает вы знаете, пометуя значит, вспоминая первый Grimrock я так думаю, что здесь мы с вами встретимся с грибами не только с теми, которые мирно произрастают на поляне но и с теми, кто еще и умудряется ходить ну и разумеется наносить ущерб так вот бывают какие-то места, друзья, которые вот ходить совершенно не хочется вот это, разумеется, один из случаев потому что вот я, во-первых, ничего не вижу что происходит вдалеке и меня это пугает поколения целые поколения до вас пытались значит проложить здесь дорогу ну протоптали здесь тропинки скажем так и только самые, видимо, какие-то терпеливые смогли дойти до конца понятно многие пытались здесь что-то придумать но тем не менее только самые терпеливые дошли до конца и справились с загадками которые нас здесь с вами ждут и везде какие-то строения так, насколько я понимаю туда вниз лучше не соваться страшно-то как так, отлично здесь у нас очередное место где мы сможем собрать очередную эссенцию так, ну здесь а, вот, пожалуйста что же я смотрю не туда, куда нужно и вдалеке, мне кажется, я слышу что-то лежало смотрите, даже в этом храме присутствует этот ужасный сврат ну понятно это, значит, храм элемента земли земля это означает ну, это жизнь земля это жизнь горы и равнины ну, и разумеется что на юго-западе силы земли наиболее сильны все сущее состоит из четырех основных элементов огня, земли, воздуха и воды огонь противостоит воде как воздух противостоит земле но без пятого элемента отлично пятый элемент шикарно ни один из них не будет значить так как все четыре элемента будут друг другу ну, получается мешать пятый элемент скрыт где-то на этой земле найди его и, возможно, ты приобретешь некое свечение сияние, что ли ну и понятно здесь вот эта вот вот эта фигура она говорит стандартную вещь о том, что нужно принести сюда четыре кристалла силы и нам будет счастье так, ну тем не менее на сегодняшний день у нас с вами ни одного магического кристалла нет нам еще надо этим работать и работать давайте этим займемся очень странно что здесь нет врагов друзья потому что ну, вы сами понимаете что это означает они сейчас просто в самый неожиданный момент выскочат на меня и мы с вами получим по полной программе да, вот здесь можно спуститься вниз жаба замечательно давайте-ка мы только сначала немного осмотримся потому что здесь есть направление куда мы с вами еще пока не ходили да отлично я правый глаз что ли или правильный глаз я видел где упал метеор ну и где же он упал то есть вы что хотите сказать что в общем-то все что здесь происходит это последствия инопланетного вторжения что ли так давайте-ка мы сохранимся и попробуем спуститься вниз здесь видимо испарения наиболее сильны и поэтому это как бы некий заменитель воды что ли сейчас мы с вами немного постоим и убедимся в этом то есть после того как мы слишком долго здесь будем находиться я так понимаю что мы начнем получать урон так вот какой-то щит что же это за щит такой уклонение плюс 4 нам как бы это все не особенно нужно на самом деле давайте крым щита дадим арахну вот не зря сходили так ну давайте поднимемся замечательно да да я уже вижу грибочки друзья так ну они к нам не спешат подходить насколько я понимаю то есть мы сами должны прийти за своей смертью и вот смотрите там они вроде бы разные эти грибы у одного шапка круглая отлично а у других вот более плоская их здесь два вида и вот это скорее всего мухомор который нас с вами будет травить а остальные просто такие какие они есть физически скажем так ущерб будут уносить замечательно ну давайте попробуем ну да я оказался то есть только один из них нас будет травить давайте пока подождем так помню 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 хе самое главное чтобы они не умели открывать дверь с той стороны да ну это не серьезно так отлично у нас открыто достижение убийца монстров ну друзья я прекрасно понимаю что это читерство конечно здесь стоять и так вот с ними драться но с другой стороны выхода у нас с вами другого нет чуть нет он этого не хочет делать да понятно что злой это понятно и он видите запускает сразу несколько подряд так и нас отравили вот плач так отлично так что сделаем наверное поспим немного да давайте а мне вот только интересно они соответственно восстанавливают свои силы или нет давайте сохранимся отлично с еще одним справились раз попробуем действовать вот так хорошо так интересно долго ли он здесь будет стоять ну как-то так да ну долго так конечно продлеваться не может нам нам самое главное вот основные силы победить и тогда будет попроще хотя нет смотрите там есть еще один мухомор да надо просто отойти я об этом постоянно забываю надо успеть ударить потому что они немного неповоротливые да как-то так но если мы сразу с двумя справимся это будет неплохо круто урон совершенно шикарный понятно то есть шутить с ним не стоит так ну и когда развеется у нас вот эта отрава довольно таки долго она держится дружище ты подошел поближе немного отойдем отлично и почему-то за них дают всего лишь 95 опыта как-то не очень справедливо но с другой стороны я так думаю что скорее всего я должен был сюда сдайте еще очень-очень давно промах ладно круто давайте-ка мы приготовим немного правильного зелья отлично сохраним так но вот эти вот грибы они попроще на них можно я представляю что бы было если мы сюда пришли чуть раньше но с другой стороны видимо правильно я сделал решение правильный вывод ну хотя хвалить себя пока еще очень рано как правильно мне заметили по большому счету есть люди которые справляются с гримроком куда как быстрее да довольно таки они живущие круто справились и довольно таки много здесь дают вот этой травы которая видимо нам должна помочь против давайте посмотрим нет я то думал что раз этой травы здесь очень много значит она нам пригодится для того чтобы лечиться от отравления от яда ну отравления да совершенно верно вот здесь вот явно лежит кирка которая нам должна помочь видимо она что-то делает с камнями это было бы неплохо так давайте сохранимся и наверняка сейчас нас ждет что-то безумно интересное вроде милика да нет здесь у нас лежит топор какой-то совершенно потрясающий ключ но мы с вами видели зачем он нужен так и карта нам бы конечно прибраться в инвентаре друзья потому что вот полный бардак так ну давайте вот это письмо положим вот сюда так же как и свитки которым мы не пользуемся по большому счету так ну маги это разумеется нужно отдать сюда так и что ключ мы с вами подобрали так а что же еще мы с вами подобрали вот карту карта значит здесь видимо какой-то проход спуск вниз и видимо там нужно копать отлично так и здесь мы с вами подобрали топор боевой топор 1030 ну да мы сюда пришли чуть позднее чем должны были на самом деле значит специальная атака это рубка леса скажем так ну нам по большому счету общем то это оружие не особо нужно с учетом того что мы еще и перегружены с вами надо было побросать все ненужные вещи рядом вот с тем проходом рядом с входом в кристальные шахты это было бы правильно вот кирка 619 легкое оружие будет оружие ну вот я честно говоря думал что с помощью этой кирки мы с вами можем разбивать дерево разбивать камни так каким образом сюда попасть здесь нет никаких отверстий в стенах друзья так что это это какая-то еда ну давайте видимо яд на нас не очень хорошо действует поэтому уже нам бы напитать наших собратьев по несчастью скажем так так и здесь вот у нас есть такая вот замечательная вещь отлично так судя по всему это еще не конец смотрите грибы такое ощущение что шевелится так и судя по всему я сейчас вот зайду сюда и какой кошмар вы посмотрите я сюда зайду и меня что-то здесь совершенно потрясающее ждет так давайте-ка мы сначала воспользуемся ключом который мы с вами нашли по моему его нужно применить вот сюда уху круто а что это это кусочек времени А, все понятно То есть можно отмотать часы На какое-то время, чтобы был, допустим, рассвет Или нет Здесь эта вещь нужна для того, чтобы замерять Ну, сверяться по часам Какое сейчас время суток Видимо, как-то так Так, ну и давайте мы Покормим Тора Да Так, здесь у нас плиты Очередные И там какой-то посох нас ждет Но, в любом случае, видимо, нам сюда еще приходить Потому что Потому что нет никакой подсказки Нет никакого направления, в котором мы здесь двигаться Так, ну давайте сначала проверим Можно ли сюда что-то положить Да, совершенно верно, можно А, вот подсказка Значит, испытание Мастера Роу Как-то так Да это не подсказка Испытание Мастера Роу Что это может значить? Ну, я так и думаю Отлично Замечательно Так, ну это простые враги Ну понятно Понятно Сюда мы пришли Не вовремя Ну, точнее, не то, чтобы не вовремя Просто-напросто Надо подготовиться В принципе, у нас Все для этого есть По большому счету Только мне интересно Что же из себя представляет Этот Замечательный Гриб Которого нужно победить Пока, по крайней мере У нас с вами Все шло Относительно Относительно неплохо Самые серьезные враги Которые нас с вами Очень даже Не радуют Это вот эти Скачущие ребята Ну и разумеется Мухомора Так, да, нам сюда Испытание для мастера Что это означает Так, ну и Перед тем, как Что-либо делать Давайте мы все-таки Побольше сварим Правильных зелий Потому что По всей мистине Они нам здорово Пригодятся Так И Насколько я помню Есть такая Возможность Варить Бомбы Да нет Вы знаете Мне, пожалуй Больше понадобится Это в качестве В качестве Лечения Которого у нас С вами нет Вообще То есть По большому счету Я сейчас Смогу Конечно Сварить Несколько Зелий Лечения Но это Знаете Мертвому припарку По большому счету Дело в том Что видите Повреждаются Все у нас Участники Группы А я совершенно Не занимался Тем, что Тем, чтобы Развивать Так, ну у нас Есть Зиль Воскрешение По большому счету Если что Можно Им воспользоваться Так, ну Поиск Здесь совершенно Бесполезен Зили Скорость Так Значит Здесь Два Здесь Два Здесь Один Только Здесь Два Ну Давайте Еще Одну Сварим В принципе Количество Скажем так Скорость Возобновления Вот этих Вот Ну Произрастание У алхимика В руках Вот этих Вещей Она По большому счету Не зависит От количества Она зависит Только от того Сколько мы Ходим Ходим Так Что еще Мы можем Придумать С вами Можем Конечно Запускать Вот эти Вот Бомбы Какой там Уровень Повреждения 40 120 Ну Я так Чувствую Что Если Мы С вами Вдруг Ошибемся То Нам Такой Значит Здесь Закатят Урон Скажем так Какой Нам еще И не Снился Так Ну Ладно Давайте Что Сделаем Друзья В следующей Серии Попробуем Значит Пройти Сюда И Каким То Образом Справиться С Главным Здесь Героем Хотя Мне Все Так Кажется Что Надо Сначала Было По Поверхности Походить Чтобы Соответствующим Образом Поднабраться Опыта Ну да Ладно В следующей Серии Мы с вами Это Проверим Напоминаю Что С вами Был Добро Макс Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Университ Следующей Серии Всем Пока